Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 2, а один из его углов равен 36 градусам. Найдите катет, противолежащий этому углу. Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. Обозначим вершины треугольника точками А, В и С. Продлим сторону ВС за точку С до точки Д, таким образом, чтобы ВД было равно АВ и равно 2. Соединим точки А и Д. В результате получим равнобедренный треугольник АВД. Тогда угол Д будет равен углу БАД и каждый из них будет равен 180 градусов. Минус угол при вершине В разделить на 2. То есть в результате получаем 72 градуса. Обозначим СД через Х. Тогда ВС будет равно 2 минус Х. И сразу оценим Х. Так как длина отрезка ВС больше нуля, то 2 минус Х должно быть больше нуля. Но если 2 минус Х больше нуля, то Х меньше 2. Отметим на отрезке ВС точку Е. Таким образом, чтобы СЕ было равно СД и равно Х. Соединим точки АЕ. Тогда прямоугольные треугольники АЦД и АЦЕ будут равны по двум катетам. Откуда будут равны и гипотенузы. То есть АД будет равно АЕ. То есть треугольник АДЕ равнобедренный. И угол АЕД будет равен углу АДЕ и равен 72 градусам. Угол АЕД – внешний угол треугольника АБЕ. А значит он равен сумме двух внутренних углов, несмежных с ним. А это значит угол БАЕ можно найти как разность внешнего угла АЕД и одного из внутренних углов угола АБЦ. То есть угол БАЕ будет равен 36 градусам. То есть треугольник АБЕ равнобедренный. Но тогда БЕ будет равно АЕ и равно АДЕ. Но БЕ можно найти как разность БЦ и ЦЕ. Получаем 2 минус 2Х. Равнобедренные треугольники АДЕ и БАД подобны по двум углам. Но тогда их сходственные стороны пропорциональны. Откуда АД относится к АБ, как ДЕ относится к АД. Учитывая, что БЕ равно 2 минус 2Х, пропорция будет иметь следующий вид. 2 минус 2Х разделить на 2 равно 2Х разделить на 2 минус 2Х. Сокращаем каждую из дробей на 2. И перемножаем крест-накрест по свойству пропорции. Получаем 1 минус Х в квадрате равно Х. Раскрываем скобки, переносим все в левую часть и приводим подобные слагаемые. Решаем квадратное уравнение, находим 2 корня. Х будет равен 3 плюс минус квадратный корень из 5 пополам. Учитывая, что Х меньше 2, оставляем только 1, меньше корень, которому соответствует знак минус. То есть Х будет равен 3 минус квадратный корень из 5 пополам. Находим ВС. Получаем 1 плюс квадратный корень из 5 пополам. Но тогда потеряем Пифагора. АС будет равно квадратному корню из разности квадратов АВ и ВС. Подставляем и находим АС. Или если под знаком корня сразу сократить на 2, то ответ можно будет оставить в виде 5 минус квадратный корень из 5 пополам. И все это под знаком корня. Пишем ответ. Сторона АС равна квадратный корень из 10 минус 2 квадратных корня из 5 разделить на 2. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова